Здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл этот канал впервые, я поясню. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь, в стране. Если вам интересно, что на самом деле думают турки, о чем они сплетничают, чем интересуются, то вам сюда. Я не профессиональный журналист, это мой личный блог, без какой-либо претензии на профессиональную журналистику. Если вы хотите быть всегда в курсе самых свежих новостей из Турции, я вам рекомендую подписаться на телеграм-канал Туркия Бегюн. Ссылка будет в описании к этому видео, обязательно подписывайтесь. Ну а мы с вами начинаем. Сразу скажу, что стихия бушевала не на шутку. У нас очень ранняя весна, наверное, в связи с глобальным подтеплением. В Турцию очень ранняя весна в этом году, довольно-таки рано стало тепло. Но на последний уикенд, пятница, суббота и воскресенье, в 45 провинциях страны был объявлен оранжевый-желтый код МЧС о ураганах, дождях, торнадо-возможности, в общем, о стихийных бедствиях. В общем, все ожидали дожди и ураганы, накрыло практически полстраны. С самого утра заливало Стамбул, Анкару. Также ураган снес крыши, например, в Самсуне, в Езир-Копрю районе просто сдуло крыши домов. Слава богу, там никто из людей не пострадал, проходящие дождливые воды просто затапливали, например, новую станцию метро в Стамбуле, которую открыли буквально полтора месяца назад. Также из-за урагана в Чан-Кыры обрушился один из минаретов в мечети, мечеть это называется Бадемлик. Это самое первое видео было о разрушении. О каком-то конкретном ущербе пока о подсчетах не заявлялось. Погибших людей на данный момент тоже не заявлялось, нет, пострадавшие были, но люди были предупреждены. Конечно, выходные многие провели дома и старались не подвергать себя опасности. Политические новости. Президент Эрдоган встретился с представителем политбюро Хамаса Исмаилом Ханией. Прием был в Далмабахче в резиденции и этот прием был закрыт от прессы. Встреча началась в 15.00 по местному времени. О чем говорили, какие договоренности, все просто под строжайшим запретом секретом. Если вы помните, существует проблема турецких авиалиний и остановки российских туристов, которые летят в Латинскую Америку с пересадкой в Стамбуле. Так вот, российские дипломаты направили, наконец-то, официальное обращение в МИД Турции и в офис Turkish Airlines. Цитата какая, что российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом российских граждан в страны Латинской Америки с учетом возникших на месте в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула. Вопрос доведен до политиков, до официального обращения, вот этим подтвержденным госорганом сделали российский запрос. И довелось это все до сведения руководства самих турецких авиалиний, правительства, также Турции. Сейчас будут ждать ответ, какие-то официальные комментарии должны быть по этому поводу. Также было выступление Хакана Фидана, министра иностранных дел Турции. И он сказал, что Турция назвала позитивным соглашение по деле металлизации границы Азербайджана и Армении. Если быть точным, цитата его звучит так, что это позитивное развитие событий в ходе прямых переговоров. Это очень важно для, скажем так, поддержания, подписания какого-то перемиренного договора, соглашения. В общем, окончательного перемирия, чтобы это зафиксировалось соглашение на бумаге и вся эта история уже, наконец, закончилась. Я об этом заявил Хакан Фидан в своем официальном заявлении. И немножко, что волнует здесь людей. Конечно же, деньги, экономика и к теме бойкота ресторанов из полу прошлых новостей продолжим. Турция вышла на десятое место в мире среди стран, где самая дорогая говядина. Средняя цена в Турции 20 долларов 29 центов за один килограмм говядины. И это исследование делал Global Product Prices, то есть глобальная мировая цена в мире, так называется агентство. И вот я хочу вам озвучить цены на мясо просто в Алании за один килограмм, вот на сегодняшний день, на данный момент. Средняя цена по Алании. Средняя. Говяжий фарш 1 килограмм 600 лир. Говяжий кубик, то есть это мясо, нарезанное просто вырезка кубиками для тушения, например, 680 лир. Вырезка филе говяжья 990 лир. Бараньи отбивные, то есть это уже отбивные стейками нарезанные 990 лир. Говяжьи ребрышки с костью 595 лир. Конечно, тема денег, питания, это самое насущное. И уже который день на фоне вот этой ситуации экономической, в которой мы живем и куда мы стремительно летим, уже несколько дней обсуждают в социальных сетях, в Твиттере, Инстаграме, в Телеграме, везде. Обсуждают политиков, их траты на питание, на отдых, элементы роскоши из их соцсетей, из их публикаций, твиттеров. И порой эти политики становятся сами провокаторами людей, которым нужна тема для, конечно же, рассуждений, сплетен и слива своих негодований и негативных эмоций. Вот буквально на днях был конфликт и споры на пространстве соцсетей. В частности, вопросики были к представителю АК-партии, Багадыру Янище Хирлиолу. Он поделился в соцсети фотографии с подписью такой «Мы и есть сам народ» в соцсетях Twitter в X со своими однопартийцами, но на фото у него реально очень маленький такой кадр, чуть-чуть, скажем так, видно засветились его роскошные часы от производителя Rolex. Конечно же, бдительные граждане, подписчики оценили эти часы сразу же по интернету, по запросу. От 16 до 17 тысяч евро на данный момент это 555 тысяч турецких лир. Комментарии полетели просто как из рога изобилия, естественно. Они, конечно, разделились, ну как всегда. Кто-то прям писал о том, что я бы хотел, чтобы мы тоже могли себе надеть Rolex и съесть лобстера, а у тебя на зубах виниры, а у некоторых людей даже и вставных зубов нет вообще. Ну потому что по зарплатам, скажем так, турецкая стоматология дорогая услуга. И мне все могут себе зубы, скажем так, позволить. Также были комментаторы о том, что депутату нельзя пользоваться предметами роскоши в плане публично, когда в стране такой кризис, такая ситуация, типа, ну как бы у вас есть, но давайте ведите себя поскромнее, не провоцируйте людей, к вам будут вопросы. Ну, кажется, очень логично, да, рассуждение такое. И также были, конечно же, сторонники, когда люди писали, что депутаты тоже люди, пусть живут как хотят, вообще от них отстаньте. Главное, чтобы работу свою хорошо делали. Не возникает вопрос, хорошо ли они делают свою работу, если ситуация сейчас экономическая такая. В ответ на вот эти все гневные комментарии, на критику, конечно же, этот депутат, он удалил очень быстро эту фотографию, публикацию свою, но на самом деле, это был представитель АКПартии про политическое, про правительственное сейчас Эрдогана, но на следующий день буквально эпопея про роскошь, у кого какие часы, она продолжается, не останавливается, она продолжается. Но уже в свою очередь привлекли внимание часы, которые носил на пресс-конференции мэр Стамбула и Крема Маму. На фоне вот этих муниципальных выборов, которые сейчас происходили, отрыли фотографии и опубликовали, и сказали, смотрите, а у него вообще-то за 500, 1 миллион 500 турецких лир часы, и там очень четко на фотографиях видно, там как бы не отвертишься, и дискуссии такие пошли. Скажу честно, вот как житель здесь в стране, очень сильно это смахивает на политическую именно вознюю борьбу, на некий заказ, естественно, когда эта критика, помните, в прошлых новостях я говорила о том, что когда блогеры, это не показное было, да, но блогеры выявили неправильную парковку женщины-депутата из парламента, за это их самих наказали, за то, что они опубликовали номер ее частного автомобиля, и тем самым разгласили информацию, им штраф выписали, еще и тюремное заключение наказали их таким образом за распространение личной конфессиональной информации. А она была из АКПартии. Затем у нас вылезает в соцсетях вот эта история с вот этим твитом в Твиттере, в социальной сети X. Но он сам как бы здесь опубликовал, просто сразу же занятели хейтеры, за это зацепились, и очень быстро на фоне экономической ситуации в стране эта тема очень быстро развивалась, комментарии как из рога изобилия, потому что он сразу же быстрее удалять полез. Все это депутат удалил, но обсуждение интернет помнит, все это везде разнеслось по соцсетям, это обсуждали. В свою очередь уже подготовившись на следующий день, ответ пришел, фотографии Крема и Мамулу с муниципальных выборов, с его агитацией, с выступлений, где конкретно четко реально видны эти дорогущие часы за полтора миллиона лир турецких. Дальше тема обсуждается. Что мы здесь видим? Тема обсуждается, люди смакуют, выпускают где-то свой гнев, свое мнение, выпускают свой пар, при этом политики делят территорию взаимной, скажем так, подколы происходят. Вот если мы со стороны просто посмотрим на эту ситуацию, выглядит это больше вот таким образом. В прошлом выпуске новости были про землетрясение в Токате, к сожалению, все это продолжилось, и буквально вчера, в воскресенье, там было землетрясение, в три часа дня, в 4,5 балла, опять же, их немало потрясло, есть дома с трещинами, но никто не пострадал, слава богу, конкретных прям разрушений уже не было, но трещины или уже в, скажем так, треснутых, начинающихся рушиться домах, трещины есть, увеличились, ну, неблагоприятная, конечно, ситуация, Рао Йончик сейчас такой опасный, подтряхивает, будем надеяться, что все обойдется. И последняя новость, как всегда стараюсь, она закончена чем-то позитивным, в Турции появилось видео соцсетей буквально последнего дня, женщина оставила свою машину на парковке у себя дома, и оставила при открытом окно для того, чтобы у нее были саженцы, цветы какие-то в машине, для того, чтобы им поступал свежий воздух, и цветы не задохнулись там, на следующий день она что-то планировала с ними делать, куда-то их везти. Когда она утром пришла на парковку со своим супругом, она открыла машину и удивилась. К ней подселился житель, квартиросъемщик, пришла кошка, привела своих подросших котят, они сидели у нее на кресле в автомобиле. Важны комментарии, наверное, этого человека, кто не знает турецкий, если вы не видели этого видео в телеграм-канале самых свежих новостей из Турции, она говорила там следующее, что дорогой мужу, не выгоняй ее, надо как-то ее переселить, но не трогай, она здесь с детьми. То есть максимальная такая, она говорит, такая милая, такая сладкая на эту кошку, мне так тебя жаль, мне нужна моя машина, мне надо ехать. В общем, занимались они этим выселением этой кошки. Не знаю, как закончилась эта судьба, но, конечно, видео популярное в соцсетях вызывает умиление. Я вам всем желаю, чтобы и новости, которые вокруг вас происходят, события вокруг вас тоже вызывали больше позитива, добра, умиления, чтобы вокруг вас было больше добрых новостей, конечно. На этом сегодня все. Краткий обзор на новости, последние и актуальные в Турции. В инфобоксе под видео ссылка. Подписывайтесь на телеграм-канал, там самые свежие и более развернутые новости. Подписывайтесь на канал, оставляйте обязательно комментарии, это очень сильно помогает продвижению канала. До новых встреч, всем пока!